Вообще, два моря идти неправильно. Кравское и Барское. Это где же такие моря у вас? Двой коров. Я вообще... Как меня можно было не слушать? Повторила же специально для вас. Лерочка, я надеюсь, ты написала. Три моря. Барское, Лаптевое и Кравское. Списала у Ромы, а свое еще и добавила неправильно. Два. В чем только они на боках думают? Низа, надеюсь, хоть и что-то написала. Ну, нормально, много написала. Ну что, какие моря впадают в север? Какое самое большое море на Земле? Как зовут директора школы? Это что, анкета? Да нет же, тетрадь. Ну, вы посмотрите, сердечки. Игорь. Влюбилась, наверное, в коротых. Единица, Лиза. Я вообще не знаю, как можно быть такими невнимательными и не запомнить вообще ничего. Вот, новенькая. Надеюсь, хоть ты меня спрашивала. Молодец. Баренцево, Лаптево, Белое, Морепомфоро, Корма, Тарское, Чуконское, Восточно-Сибирское. Ну, чуть-чуть не все моря, но на 10 баллов я написала. Умничка. Вот удивила меня. Доброе утро, Валентина Ивановна. Доброе утро, Оленька. А ты, я смотрю, сегодня раньше всех пришла. Молодец. В прошлый раз опоздала, теперь будешь вовремя приходить? А я теперь, Валентина Ивановна, два будильника завожу. Теперь я точно уже не просплю. Ну, ты умничка. Я хотела тебя, кстати, похвалить. И среди наших учеников ты написала лучше всех. Конечно, если бы еще парочку морей, то была бы у тебя самая высокая оценка. Но и так неплохо. В следующий раз слушай еще внимательнее и будешь у нас отличницей. Ну, а сейчас, если ты пришла раньше всех, давай ты мне поможешь. Потому что нам надо взять книжки на весь класс библиотеки. Я сама просто не донесу. Конечно, Валентина Ивановна, я вам помогу. Ну, вот и хорошо. Сейчас раздаю декабрьки и идем. Лиза, влюбилась она у нас. Рома вообще плохо написала. Лера, что за собой? А ты, Валентина Ивановна, ну-ка, идешь в курс, хорошую лобочку. Доброе утро. Доброе утро. Нет, я еще и отличник. Есть идея. А вот сейчас я отличником и стану. Нет. А, вот так. Вот и все, я отличник. Привет. Привет. А что ты делаешь? Да я... Как же мне поставили два, и я исправил на двенадцать. Вот. Рома, а ты не боишься, что Валентина Ивановна может случайно узнать? Вот именно. А вы не боитесь, что ваши родители тоже могут узнать, что у вас двойка? А у тебя, Лиза, вообще единица. В смысле, единица? И почему у меня тетрадка открыта? Ты что, у меня заглядывал? Да, заглядывал. Отойди. А почему у меня двойка? Вроде бы все правильно. Мда, первый день, первая двойка. Папа не обрадовается. Рома, Рома, можно у тебя ручку, пожалуйста? Держи. Спасибо. Ничего не пойму. Столько писала, единицу поставили. Девочки, а давайте посмотрим, сколько поставили Алине. Сейчас посмотрим, сколько у меня нет. Что? Десять с плюсом за списывание? А знаете что? Это из-за нее нам поставили такие плохие оценки. Точно. Это она во всем виновата. И мы обязаны ее проучить и поставить на место. Вполне с тобой согласна. Поддерживаю. И как ты ее собралась проучить? А у меня уже появился план. Давайте возьмем кнопки у Валентины Ивановны и положим к ней на стульчик. Нет, Лиза, кнопки это чересчур банально. Надо что-то поинтересней. Полностью с тобой согласна. Ой, я придумала. А давайте ей затрем нолик с плюсиком и оставим только единичку. И она получит от своих родителей. Нет, это слишком просто. Для Алины нужно что-то пожестче. Она нам так напакостила. Я с тобой согласен. И у меня есть идея. Давайте все ее книжки из деталки клеем с клеем. Ну как вам? Ну не то. Давайте думать дальше. Есть, придумала. Вообще гениальная идея. Класс вообще. Ну давай рассказывай, что ты там придумала. Слушайте, давайте ее обольем полностью водой. Она запомнит это на всю жизнь. И ей это будет хорошим уроком. Хорошая идея и вправду мне нравится. А мне просто интересно, как мы ее будем обливать? Все очень просто. Рома, мы тебя поставим на стул с ведра воды, а Лера будет выглядывать, когда будет идти Алина. Стоп, стоп, стоп. Так дело не пойдет. Значит я буду обливать. И потом мне влетит по полной программе, да? А вы будете бездельничать. Вот так вот получается. Рома, вообще-то я буду стоять на шухре. И потом узнать, когда Алина придет. А вот Лиза будет бездельничать. А чего это вы на меня так смотрите? Это я придумала эту идею. И Рома, тем более ты высокий. Это твоя работа. Или тебе слабо? Мне слабо? Да мне ничего не слабо. Я золотой, а вы готовьтесь. Да, Алине сегодня не позавидуешь. Это ее проблема. Она сама виновата. Да, с тобой не поспоришь. Тем более она получит за все. За то, что она ее с заброшки напугала. За острые конфеты с перцами. За все, за наши оценки. Получит она сегодня полностью за все. Да, Лиза, страшный ты человек. Я бы не хотела бы оказаться на месте Алины. И тем более вы твоим врагом. Да ладно тебе, мы же подруги. Ну да, да, подруги. Ну что, готовы проучить нашу Алиночку? Конечно, готовы. А теперь смотрите, как правильно все сделать. Сейчас она тебя научит. Итак, Рома, ты сейчас залазишь на этот сул и ждешь сигнала Леры. Ясно. Рома, ты что, вас это стулу боишься? Так, хватит болтать. Лучше идти, становись возле двери и будь на шухере. Жди, пока вас придет Алина. Ладно. Не, ну я не боюсь, что ты стулу просто виде перебешиваешь. Лерка, ну что, идет она? Да нет там никого. А можно я виде поставлю, а то она тяжелая. Держи. Осталось только ждать. Все, готовься, Рома. Лиза, она идет. Рома, смотри, только не промахнись. Алина, подожди. Алина, ты книжечки взяла не для наших глаз. Иди возьми другую с другу, а я пошла право где другу. Увидишь глаз. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.